Здравствуйте! В настоящее время в более чем в 80 странах мира организованы Всемирные организации стомированных пациентов. В настоящее время в России, к сожалению, пока такой организации нет, но есть региональные объединения, есть кабинеты и отделения реабилитации стомированных пациентов, а также проводятся ежегодные школы для стомированных пациентов. Время на сегодняшний день количество пациентов, которым выполняются операции на толстой кишке с формированием стомы, растет с каждым годом. Это связано с тем, что увеличивается заболеваемость колоректальным раком и запущенными формами. Второй по значимости причиной формирования стом является воспалительное заболевание кишечника, это язвный колит и болезнь крона. Так же, как и колоректальный рак, воспалительное заболевание кишечника за последние десятилетия становится все больше, а также увеличивается количество осложненных форм воспалительного заболевания кишечника тем, кому нужна безотлагательная хирургия. Всем пациентам, которым формируется стома, изменяется их жизнь, они чувствуют какую-то дезадаптацию в обществе, изменяется их отношение к своему образу тела, жизни. Я хочу уверить и сказать точно, что стома это не приговор, это спасение человеческой жизни. Многие люди смирились с тем, что у них стома, они привыкли жить с нею. Некоторые люди, наоборот, не собираются возвращаться к своему привычному состоянию, например, периональная болезнь крона, они привыкли жить стомой. Для некоторых людей это какая-то временная мера, это этап комбинированного лечения, временная или постоянная стома. И для Московского клинического научного центра этот день также очень важен, потому что ежегодно мы проводим школы стомированных пациентов. Наши двери открыты для всех, поэтому всех ждем. Добра. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова